Здравствуйте, ребята! Ой, всем-всем доброе утро! Я так спешила, я так спешила! Серёжа, у тебя нет водички, а? Есть, конечно, секундочку, Каркуша. Так. Ой, как ты торопилась-то. Да, я очень спешила. Ничего, ты успела, попей. Ага, давай. Ой, спасибо. Хорошо? Хорошо. Ох, а сейчас бы попить колодезной водички. Знаешь, какая она вкусная? Нет, не знаю. Я даже колодцы никогда не видела. А, ну понятно. Ты же городской житель и воду набираешь из-под крана. Ну, значит, сегодня будем мастерить макет настоящего бревенчатого колодца. Ну, знаешь, хотя бы, как он устроен. А из чего мы будем его делать? Ты же ничего не приготовил. Ох, Каркуша, ты забыла? Мы же в мастерской, а у нас здесь всегда найдётся немало полезных вещиц. Да, да, да. Посмотрим. Так. Ну, такой шар нам не нужен, да, Каркуша? Не нужен. Кенгуру? Нет, не нужен. Нет. Так. Хорошо. Есть коробка из-под молока. Так. Вот такая верёвочка. Верёвочка. Красивая и блестящая. Тебе должна понравиться она. Да, мне нравится. Всё блестящее. Картонка и трубочки. Отлично. Так, а что ещё? Ну, ножницы, карандаши, фломастеры, линейка, клевой пистолет. Это у меня всегда под рукой. Ну что, начинаем мастерить? Начинаем. Сначала отметим на пакете места, которые надо вырезать. Так. Возьмём линейку. Прикладываем её вот здесь в центре. Угу. Так. Берём карандаш. Так, взяли. Сверху отступаем один сантиметр. Ага. И ведём линию до десяти сантиметров. Вот так. Так, хорошо. С этой стороны то же самое. Один сверху. И потом до десяти. И что дальше? Дальше, Каркуша, это же самое необходимо сделать с другой стороны. А, понятно. Прикладываем по центру. От нуля до одного сантиметра отступаем. От единички ведём линию до десяти. Так, нарисовали. Теперь эти линии надо соединить. С каждой стороны. А теперь, ребята, рисуем кружочки с одной и с другой стороны. Теперь можно вырезать? Да, Каркуша. Но делаем это очень аккуратно, не выходя за контур. Иначе колодец может не получиться. Ребята, я работаю канцелярским ножом. Аккуратно, не торопясь. Вы помните, что нож очень острый. Попросите взрослых вам помочь. Серёжа, мы с тобой делаем колодец. А я про него совсем ничего не знаю. Давай-то исправим, Каркуша. Давай исправим. А вам известно, что воду можно наливать не только из-под крана, но и набирать в колодце. В специальном сооружении для добычи воды из-под земли. В неглубоких колодцах воду достают при помощи простого подъёмного устройства, получившего название журавль. Из-за схожести с этой длинноногой птицей. А глубокие колодцы оснащают увесистым деревянным воротом, железной цепью или прочной верёвкой. Колодец я вырезал, теперь настало время делать ворот. Для этого мне необходимо отрезать часть толстой трубочки для сока. Она должна быть немного больше, чем ширина колодца. Поэтому сначала трубочку я вставляю. Всё, сначала нужно примерить как следует. И отрезаю. Возьму большие ножницы. Оп! Готово! А из тонкой трубочки, ребята, я смастерю ручку. Интересно. А как ты будешь их соединять? Я сделаю специальный переходник. Для этого вырежу из картона две небольшие детали. Одна деталь – это кружочек. А другая деталь – слива. А почему слива? Потому что у неё верхняя часть немного уже, чем нижняя. А мне это и нужно. С широкой стороны я прикрепляю толстую трубочку, а с узкой – тонкую. Но сначала, Каркуша, их надо вырезать. Хорошо! Оп! Кружочек готов. Да, один готов. Теперь вырезаем сливу. Готово! Покажи, как нужно правильно приклеивать трубочки. Наш переходник, который похож на сливу, приклеиваем вот сюда. А тоненькую трубочку вот сюда. Понятно! Делаем это клеем-пистолетом. Ребята, клей очень горячий. Будьте осторожны и попросите родителей вам помочь. Как только клей высохнет, будем приклеивать следующую деталь. Высох? Нет ещё. Так, клей высох. Теперь приклеиваем тонкую трубочку. Капаем немного клея и фиксируем вот здесь. Тоже ждём, пока высохнет клей. Серёжа, а что потом? Потом мы приклеиваем нашу круглую детальку с другой стороны, вот здесь. А, то есть закрепляем, да? Правильно! Серёжа, что-то твой колодец совсем не похож на бревенчатый. Ну, значит, пора рисовать брёвна. Это просто. Справа и слева рисуем кружочки, а между ними проводим полоски. А как же люди искали место для будущего колодца, а? Ведь под землёй не везде есть вода. Хороший вопрос, Каркуша. Давай, это узнаем прямо сейчас. Давай. В разные эпохи найти воду людям помогали наблюдения за природой, животными и птицами. А также специальные растения, например, виноградная лоза. В месте, где лоза клонилась к земле и копали колодец. Также в старые времена место для колодца искали с помощью сковородок, оставленных на ночь в разных местах. Утром сковородки покрывались росой, и там, где её было больше, копали колодец. А ещё иногда колодец строили в том месте, куда ударила во время грозы молния. Так, пару штрихов. Колодец? Как настоящий! Ой, а зачем нам нужна верёвочка? При помощи неё ведро с водой опускают в колодец и потом поднимают уже полным. Ведро? Серёжа, у нас же нет ведра! Да, Каркуша, ты права, про ведро-то я совсем и забыл. Ладно, сначала приклеим верёвку, а потом найдём ведро. Я помню, в одной из программ мы делали небольшое ведёрко из крышки проволоки. Так, на центр капаю клей, берём верёвочку, вот так вот протягиваем. Пусть пока клей сохнет, а я побежал за ведром. Ага. Вот оно! О, отличная ведёрко! И по размеру подходит. Так. Ну, давай, привязывай скорее. Верёвку наматываем. Теперь привязываем ведёрко. Лишнее отрезаем. Ну, давай попробуем. Ведёрко опускаем. Так. Воду набираем. Набираем. О, верёвка наматывается! Да, ведро мы поднимаем. Так. И смотрите, ребята, что получается. О-о-о! Ух ты! Каркуша, где твоя кружка? Да вон стоит. Так. А оттуда взялась вода? Серёжа, это что, волшебный колодец? Да, Каркуша. Ты забыла, что у нас в мастерской все чудеса сделаны руками человека. Я просто тебя разыграл. А-а-а! Понятно. Ну, дай водичку-то попить. Конечно. Сейчас колодец я на место поставлю. Ага. Держи. Ой, как вкусно! Вода действительно замечательная. Каркуша, я рад, что тебе понравилась наша поделка. Ну, а нам пора завершать программу. До свидания, ребята! До новых встреч в мастерской. Пока-пока! Каркуша!